Бывшая медсестра Наталья Сыщикова показывает свою трехкомнатную квартиру со всеми удобствами, которую городские власти неожиданно объявили аварийной. Приздевательство над нами и все. В шоком состоянии от такой новости все жильцы этого многоквартирного одноэтажного дома в центре Тамбова. Несколько месяцев назад чиновники им заявили, дом непригоден для проживания и подлежит сносу. Они просто посмотрели, постояли, мы говорим, девочки, ну как же так? Ну мы же все сделали за свой счет, у нас на все разрешение. Ну каким же образом мы попали в список аварийных? Жильцы рассказывают, старый муниципальный дом они капитально отремонтировали, подвели все коммуникации и сделали пристройки с разрешения городской администрации еще 20 лет назад. Квартиры давно в их собственности и техническое заключение о соответствии дома всем нормам тоже есть. Но чиновники эти документы игнорируют и требуют, чтобы жильцы за свой счет провели экспертизу жилья. Нам не стесняясь в разных инстанциях, не стесняясь, говорят, что кто-то заинтересован в захвате вашей земли, а ваш дом тут как бельмо. Две проектных организации уже отказались от проведения экспертизы, признавшись жильцам, что проблемы им не нужны и они не хотят судиться с местными властями. По данным городской администрации, дом был включен в список аварийных еще в 1975 году. По решению горосполкома, всех жильцов этого дома должны были переселить в новое жилье еще 40 лет назад. Сейчас собственники квартир намерены доказать, что аварийное жилье самостоятельно они превратили в благоустроенное и его снос будет незаконным. В жилищном комитете объясняют, действуют исключительно в интересах горожан. Раз в документе от 1975 года дом считается аварийным, жильцов они обязаны переселять. Представители спорного дома пытались выяснить, как же тогда им позволили приватизировать непригодные для проживания квартиры. В отделе приватизации был большой талмуд, списки дома, не подлежащие приватизации, аварийные. Ни в одном списке с 1993 года наш дом не числился. Зам. председателя жилищного комитета так и не ответила пенсионеркам, почему чиновники, прежде чем внести их дом в список на снос, не обследовали его. Чтобы сделать законно все по выводу вашего дома из аварийного, необходимо заключение специализированной организации. Ну что же так с нами неправомерно поступает? Ведь все видят, что мы перестроили, перестроили, документы все предоставляют. Нет документов, а вот нужны такие документы. Ну какие еще с нас документы? В областную программу переселения 54-й дом по улице Энгельса городские чиновники включили необоснованно, считают, в прокуратуре. Оценка соответствия дома, установленным законодательством требованием, комиссии повторно не проводилась. Вопрос о признании данного дома аварийным, либо пригодным для проживания в нем, в органам местного самоправления при включении дома в программу переселения не рассматривался. Областная прокуратура намерена обязать городскую администрацию создать комиссию и провести оценку дома. Заставлять жильцов оплачивать экспертизу чиновники не имели права. Пенсионеры местным властям теперь не доверяют, опасаются, что документы о состоянии их дома могут быть сфальсифицированы. Ольга Чернова, Олег Золотарев, Андрей Островерхов и Юрий Лесных, телекомпания НТВ, Тамбов.